Скандалом обернулось строительство очередного многоквартирного дома в Уральске. Жильцы четырех домов собираются подать в суд на подрядную компанию. Последние, по их мнению, захватили больше положенной им земли, а само здание возводят незаконно. Люди возмущены, пока в новых микрорайонах не могут найти инвесторов для строительства. В старом городе застраивается каждый клочок земли. О комфортной среде никакой речи быть не может, жалуются уральцы. Роза Сатканова разбиралась в этой проблеме. Это жилье относится к категории элитных. Например, трехкомнатная квартира в черновом варианте оценивается в 25 миллионов тенге. Но при всей дороговизне у этого дома нет своей парковки и, скорее всего, даже детской площадки. Потому что кругом, как мы видим, проезжая часть и другие дома. И такая ситуация во многих новостройках города. Застраивается буквально каждый квадратный метр. Это территория нашего двора, но, к сожалению, детской площадки здесь нет. Вот эти качели ставили мы с соседями, равно как и песочницы. И другой территории для игры просто нет. Теперь дети играют рядом со строительной площадкой. А придомовая территория стала проезжей частью. Вот эта территория, по которой мы сейчас идем, она же становится дорогой для проезда. Так как парковки здесь отсутствуют и часть дороги занята постоянно стоящими автомобилями, мы опасаемся на то, что спецтехника в случае опасности не сможет проехать и не сможет обеспечить безопасность наших жителей. Большая стройка развернулась несколько месяцев назад, вызвав негодование жителей округа. Пятиэтажный жилой дом возводится с нарушениями норм, считают они. С жалобами обращаются во всевозможные инстанции. Однако рабочие, как ни в чем не бывало, продолжают возведение. Сдать дом им нужно уже в начале следующего года. Мало того, что у нас на весь микрорайон нет ни детской площадки, ни спортивной площадки, мы считаем, что данная стройка является незаконной. У застройщика имеется по факту земельный участок только 8 соток. Как можно на 8 сотках построить многоэтажный многоквартирный дом? Парковочные места они будут занимать наши. Кроме того, еще должна быть общественная зона для прогулок жителей. На данный момент он захватил 15 соток. То есть нашу придомовую территорию он использует в своих нуждах. Материалы по этой стройке отправлены в земельную инспекцию, пояснили в Акимате. Однако специалисты на замеры сейчас не выезжают. 80% госслужащих продолжают работать удаленно. Когда объект проверят, неизвестно. При этом само здание строится по всем правилам, заверяют чиновники. К их границе отношений не имеют. Поэтому здесь согласия только берутся у государственных органов. По инженерным сетям имеются у них технические условия. То есть все коммунальные службы дали разрешение? Дали, дали. Хотите сказать, что все нормы соблюдены? Конечно. И все присмотрено. Строительство ведется в соответствии с планом детальной планировки микрорайона Кунаева. Согласован эскизный проект, где предусмотрена парковочная часть, детская площадка. У них также имеется талон уведомления о начале строительных работ. Имеется экспертиза, которая прошла положительное заключение. Пока жильцы пытаются добиться остановки строительства здесь, в другом, еще не построенном ЖК, уже продаются квартиры. Заезжал к ним в офис. Они предложили мне два варианта. У них строилось два дома. То есть сейчас выставлено на продажу, да? Да. Решили подавать в суд. Лоббируют интересы застройщиков, чтобы они каждый кусок земли использовали в своих интересах. Дом упирается в школу, в жилые дома. У них отсутствует детская площадка и стоянки вообще не будет. Здесь будет драка за каждое парковочное место. Жители четырех домов намерены обратиться в суд и добиться остановки стройки. Пока идет борьба за квадратные метры в густонаселенных микрорайонах, в другом ищут инвесторов для строительства. Новый микрорайон Акжаик, кстати, оснащенный подводящими магистральными инженерными сетями, пока некому возводить. Росатканова Руслан Газезов, Хабар-24, Уральск.